Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим с вами о канале Пиратская жизнь. Обсудим новые видеоролики, которые вышли с самого утра у Нинки. Значит, Нино у нас вся счастливая стоит на кухне с розочкой, да, с одной такой розочкой, одинокой, прям как Нинка. И, говорит, Вовчик у меня, говорит, ходил по делам и принёс ей розочку, а сама только глаза разлупила, да, видно, что ещё дрыхла. Ребят, вы верите, что Вовчик Нинке розочку подарил? Сама купила, сама обрадовалась, походу купила заранее. Зато сколько счастья, сколько счастья разыграло, что любимый муж заботится о ней, но только, как обычно, да, повозникало, что почему-то не туалетную воду, а только розочку. Ну, Нинка, ну, вот так вот он тебя любит. Не туалетную воду, а розочку. А ты чё купила Вовчику на годовщину? Ну, и я параллельно, как всегда, читаю комменты, да, когда смотрю видео. И первый коммент, который набрала аж 504 лайка. Нина, поставь розу скорее в воду, пока ты её не сожрала. А то эти звуки меня настораживают. Ой, ребят, про эту розочку, походу, будет целых два видоса. Вы что? Это же так приятно, так приятно порадовать себя, а списать всё на Вовчика. Мы же знаем, что Вовчик деньги не зарабатывает. Получается, сама себя порадовала. Да, сама себя. Всё на твои же деньги. Ну, чё, немножко он там прирабатывает, подрабатывает у тебя в съёмках твоего же сериала, который ты сама себе придумала. Вообще, я скажу тебе, Нинка, что мужчины цветы дарят женщинам, любящим, да, женщинам. Просто так, без повода. Просто так, как знак внимания. А у тебя прям на годовщину, и эта одинокая розочка, и вызывает столько эмоций. Прям вот смешно. Ну, а Нина решила в благодарность, слушайте, и поздравить мужа тем, что накормит его. Ну, а чё, нормально? Она прекрасно знает, что для Вовчика имеет особую ценность. Особая ценность у Вовчика – это поесть и побольше, побольше поесть. Нина, надо было тебе заранее купить 5 килограмм сарделек. Это лучший подарок был бы для Вовчика. А вообще, я вам скажу, это просто какой-то повод, чтобы их поздравили. Ну, и денег, конечно же, подкинули. Думаете, чё они якобы празднуют годовщину? Да ещё и не пойми, когда эта годовщина была – в июле или реально в августе. А может, и не тогда, и не тогда. Ребята, я наблюдаю за Нинкой, когда она носится по кухне, да и не по кухне, и по покровке, и замечаю такую вещь – у неё что, её туники застревают в жировых складках или как? Постоянно то сзади где-то застрянет туника или сарафанчик или платьишко, то спереди. И это, ребята, так смешно выглядит. Слушайте, неужели она сама этого не замечает? Хотя, если даже и замечает, вот что она сделает. И, значит, праздничный завтрак или завтрак, переходящий в обед – это блиночки. Блиночки из просрочки. Ребят, короче, посчитала она их, чтобы было поровну, чтобы не обделить, конечно же, в праздничный такой особый день себя любимую. Да, и заодно накормить праздничным обедом, праздничным завтраком, да, из просрочки любимого. Ну, а дальше какой-то обычный пустозвон о воде, о газе, о том, как в Европе, да, экономят воду. Ну, Нинка, ну, ты у нас тоже не особо-то разбрасываешься водой. Мы тоже крайне редко видим, когда ты намываешься, потому что ты об этом постоянно сообщаешь. И это точно не каждый день. Поэтому у тебя полным ходом тоже идёт экономия. Ой, ребят, а мукбанг – это вообще что-то с чем-то. Особенно первые кадры. Нинка так хочет поцеловать Вовчика, а тот бедный, несчастный. Думает, боже, неужели, неужели этот момент настал? Видели, как он бедненький, да, отпирался, а потом вытирался. Такое чувство, что он так брезгует её, что просто аж до рвоты. Честное слово, и особенно такой взгляд после этого сладкого, страстного поцелуя, что без смеха смотреть невозможно. Ну, и назвать это завтраком, то, что у них стояло на столе, и даже завтрак, переходящий в обед, это что-то с чем-то. И опять же, да, меня заинтересовало, сожрут или нет, и вообще, сколько сожрут. И тут в процессе еды, значит, и Нинка проболталась, что Вовчик с утра якобы ходил сдавать анализы, ну, насколько я поняла, не выспался, да, сонный, поэтому такой неразговорчивый. Обычно он у нас такой уж разговорчивый, по ходу от счастья, что столько много еды. А теперь и еда ему немила, не выспался ребёнок, не выспался. И это в свой же праздник, в годовщину знакомства. И не дало поспать муженьку со своими анализами. Поэтому сидит, как сонная муха. Ой, нет, ребят, ошиблась. Шмел, 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 шмел. И аппетит совсем не тот, и ничего не радует. Не дала мамка выспаться мальчику. И всё, ребят, вечером уже Нинка нам будет рассказывать, какие же результаты анализов. Я думаю, что опять это будет связано с деньгами, что нужны деньги на пилюли. А, кстати, ребят, я вообще не представляю, как его здоровье ещё держится, да. Столько жрать, имея проблемы с печенью, столько жрать гадостей, столько жрать жирности, сарделек всяких, сладостей. Я вот просто в шоке. И Нинка будет говорить, что она его так жалеет, да. Она так ухаживает за ним, а сама только уничтожает его здоровье. И на самом деле, ребят, их этот поцелуйчик, да, праздничный, любовный, очень похож на то, что Вовчик держится рядом с Нинкой только благодаря жилплощади, только благодаря жрачке. Работать неохота, хочется жить красиво, да, играть в танчики, дрыхнуть, когда хочешь, и жрать, что хочешь и когда хочешь. А ещё тебя заведут в салон красоты, подстригут, покрасят. И чё, неплохо же, ребят, неплохо же. Но вот любовь это совсем другое. И тут это точно не про них. Поэтому Нинка и держит его постоянно за ручку, дабы не сбежал. Всё она понимает, не глупая девочка. И только я подумала, ребят, про то, что Нина будет уже говорить про пилюли. И она тут же, да, заговорила. Заранее подготавливает своих зрителей, что всё дорого и здоровье дорого. Думает, с Нинкой не прокатило. И никто не задонатил на терапевта и кардиолога. Может, с Вовчиком прокатит. Может, его всё-таки пожалеют зрители. Ну, а дальше наша Нина рассуждает о том, что вредно, что полезно. Что якобы курица с майонезом, да, не вреднее фастфуда. Если честно, блин, ребят, какая фиг разница? Как по мне, так и она готовит фастфуд, и покупает фастфуд, и разницы абсолютно нет никакой. А то сидит, слушайте, рассуждает. Я всё понимаю, всё понимаю. Нина, жрачка дороже всего. Просто превыше всего. И никогда вы от неё не откажетесь. Потому что это уж зависимость. И если я раньше думала, что зависимость у Вовчика, то у обоих зависимость. Они не могут жить, чтобы просто-напросто не пожрать, а не обожраться. Это единственное удовольствие. Просто пережрать. В общем, ребят, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои мысли. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. И каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами разные и воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду, ребят, ваших комментариев, жду вашего мнения. И прежде чем с вами попрощаться, желаю каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, мирного неба над головой. И, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю всем. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok